Мы представляем команду Левита. Название нашего проекта «Подари тепло детям». Итак, какова же тема нашего проекта? Наш проект направлен на устранение проблемы, значимых для детдомов, а именно мы помогаем развиваться детям. Мы нарисовали вот такой вот символ, чтобы лучше понять намерения нашего проекта. Итак, что же обозначает цветок? Всем известно, что дети — это цветы жизни. У нашего цветка пять лепестков. Они символизируют наше направление, по которому мы будем работать. Руки обозначают то, что мы преподносим добро, заботу и знания, то есть даем нашему цветку процветать. Итак, какова наша целевая аудитория? Наша целевая аудитория — это дети от 5 до 18 лет, проживающие в детских домах. Почему именно с 5 лет? Потому что, как нам показалось, это именно тот возраст, в котором дети начинают лучше понимать мир. Итак, возникает вопрос, кто будет это все реализовывать? Конечно же, это будет реализовывать добровольцы и волонтеры. Итак, хотелось бы сказать о направлении работы. Первое направление — это развитие речевого этикета. Наша цель — это научить детей правильно выражать свои мысли, выявить положительные стороны отказа от сквернословия. Это мы хотим сделать с помощью различных бесед, гектарин и игр. Второе направление — это развитие моторики. Наша цель — это выявить и развить способности к рукоделию у детей. Для этого мы предоставим им пазлы, чтобы они их собирали. Лепить они будут, научим вязать, вышивать и делать зерегами. Третье направление — это интеллектуальное развитие. Наша цель — развить мышление, логику и способность взаимодействия в команде. Мы будем проводить игры «Что, где, когда». Я думаю, все знают такую игру. И игру «Морская лига». Четвертое направление — это нравственное и духовное развитие. Наша цель — это привлечение детей к православной вере. Мы это будем делать с помощью чтения духовных книг, посещения храмов и бесед с священниками. Пятое направление — это социальное развитие. Наша цель — это посвятить детей общественной информацией. Мы это будем делать с помощью выставок и мастер-классов. Также мы подъявили все расчеты и пытались также уложиться в минимальную цифру. В эту стоимость будет входить оплата транспорта и также все необходимые, так сказать, оборудования, предметы, которые позволят нам работать с детьми. И мы уложили в цифру 100 тысяч рублей. Все. Из чего цифра сложилась? Можно сразу вопрос? Транспорт, на котором мы будем выбираться. Как считали? Ну, примерно опирались на современный ценник. Что еще транспорт? Что еще? Транспорт. Зато три района. Мы посчитали, что у нас есть три района, в которых можно посетить. Вот. И примеры, то есть цены, примеры. То есть ассимировали. Хорошо. Спасибо. А команда у вас большая? Да. Вот вожатая. Вот вожатая. Вожатая. То есть там идет какой у вас тоже сводный, да? Да. Да. У нас Далигорск, Кавалерова, Девчонка. А, мужчина. Шагшаровка. Камин. 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 Вот так. И мы посмотрели, мы посчитали. Ну, мы взяли три детские дома. Это Сержантова, Кавалерова, Девчонка. Как депутат, как депутат. Потому что мы живем как-то. Ну, вообще, да, типа, кассиринцы проекты социальные очень интересные. Каждый по-своему. И они очень живые. Даже вот то, что Грант, это хорошее дело. И даже он возьмется, и даже если вы его исполните, делайте. Ну, все, он просто прошел, и опять его нет. В следующий раз опять его оббивать. А вот так вот, если вы, допустим, вы учитесь, вы же где, в школе еще учите? Да. В такой еще школе, где-то поучитесь и вернетесь в свои родные места. На самом деле, я вот, когда мы с Москвы приехали, могу сказать, что здесь так хорошо. Не знаю, мне в Москву совсем не хочется возвращаться. А люди чувствуют себя просто на стул, как в Москву, как в Москву отобегают. Если бы, например, в Восток хотя бы вернулись сюда, то мы могли бы заниматься такими социальными проектами. И это государство поддерживает такие направления. И мы, как Церковь, тоже рады поделять тому, что надо действительно возрождать и противоборту, борьбу, и за русский язык. Вот это же, видите, второе. Это, я считаю, что слово. Из-за различных видов социальных, интеллектуальных развития, нравственных. Ну, и духовное, это самое главное. Потому что все это, как там космический корабль, парсики отваливаются. А вот духовность уже встреча с Богом. Командир, Господи, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ